Друзья, всем привет. Это IpoMaker Brick87 и это клавиатура для фанатов лего. Продается борт вот в такой вот коробочке. Дизайн весьма своеобразный и на мой взгляд красивый. Внутри этой коробки находится клавиатура, комбинированный пуллер, кикапы для macOS, пара запасных свечей, кабель для зарядки, минифиг и инструкция. Перед тем как мы продолжим обзор, хотел бы напомнить, что на Ozone теперь доступен мой новый большой коврик, сделанный из износостойкой сертифицированной ткани Cordura. Поверхность обладает отличным соотношением скорости и контроля, из-за чего Glide у нее один из лучших, что я тестировал на этом канале. Подходит поверхность к самым разным играм и особенно круто раскрывает себя с ультралегкими мышками. Так что если хотите себе получить крутой ковер и заодно поддержать этот канал, то переходите по ссылкам в описании и закрепи. Внешний вид клавиатуры, мягко говоря, необычный. Во-первых, есть планка для крепления деталей к лего. Во-вторых, верхний ряд кнопок повернут к пользователю. А в-третьих, корпусы кикапы прозрачные. Ранее подобную прозрачность вы уже видели в моих обзорах, но тем не менее я все равно считаю, что клавиатура выглядит ярко и свежо. Правда, свежесть и яркость присутствуют только у моего прозрачного черного варианта. Другие расцветки менее прозрачные, но сравнимо яркие. Из интересного отмечу два роллера под клавишей пробела и два переключателя по бокам. Левый отвечает за включение и отключение подсветки, а правый ползунок определяет режим подключения клавиатуры. Роллеры же под пробелом регулируют громкость и подсветку, но детальнее о них мы поговорим чуть позже. Порт для зарядки находится сзади, и если в него втыкать кабель, то этот кабель будет торчать, и итоговая конструкция будет выглядеть весьма своеобразно. На мой взгляд, у штатного провода так и просится угловой коннектор, но производитель дал нам то, что у вас сейчас перед глазами, то есть прямой коннектор. Впрочем, у такого расположения порта есть и плюс. Ставить на зарядку клавиатуру проще простого. Касаемо панельки для лего, то она действительно совместима с лего бриками, и к ней действительно можно что-то крепить. Вот, например, творение моего сына. Он с удовольствием играл с клавиатурой и даже построил что-то по типу великой китайской стены. Правда, чувствуется, что сама панелька это далеко не настоящая лего. Пару слоев бриков и все уже отваливается. Поэтому за идею, конечно, 5 баллов, а вот реализация как у древних китайских аналогов лего. То есть издалека вроде как бы лего, но при более близком знакомстве всплывают определенные нюансы. Раскладка у клавиатуры это стандартный ТКЛ. Тут как бы без сюрпризов. Но помним, что верхний ряд изогнут. Если вы часто пользуетесь клавишами F1 и F12, как я, то поначалу постоянно будете попадать либо не туда, либо делать попытки сломать себе палец, втыкаясь его кончиком в край кикапа. Хотя справедливости ради, после того, как я больно вокнулся в край капа, больше я так не делал. И далее проблем с этим изгибом у меня не было. Нижняя часть клавиатуры радует большим стикером и двухступенчатой регулировкой наклона. По периметру дна расположены 4 небольшие резиновые ножки, которые неплохо так цепляются за стол. Выдвижные ножки тоже прорезинены и тоже неплохо цепляются за стол. В итоге, вне зависимости от выбора угла наклона, борт на столе или ковре стоит уверенно и не делает попыток куда-то тому ползти. Рядом с правой задней ножкой находится отсек для хранения ресивера. Кикапы у клавиатуры прозрачны, и таким образом они не могут быть сделаны из ПБТ-пластика, как заявляет производитель. Но учитывая, что у меня на обзоре как-то была клавиатура FL Sports Q75, где были ровно такие же капы, то я готов предположить, что, как и там, тут они сделаны из поликарбоната и обладают МДА-профилем. Символы же это обычная краска на поверхности, так что легенды с капов со временем исчезнут. Но красота, видимо, требует жертв. И практичность, и долговечность – это два аспекта, которыми EPMaker решили пожертвовать ради эффектного внешнего вида клавиатуры. Впрочем, у производителей есть более практичные варианты этого борда, где капы сделаны уже из трушного ПБТ-пластика, а символы неубиваемые. Выбор шрифта достойный, буквы большие, а Typeface приятно строгий. Кириллицы на капах нет, так что если вам она нужна, возможно, эта клавиатура не для вас. Ну или, по крайней мере, эти кикапы не для вас. Подсветка у борда хорошая, диоды весьма яркие и выдают насыщенные цвета. Единственное отмечу, что у диодов южное расположение, так что организовать подсветку символов на классических кикапах, где символы расположены на верхней поверхности, будет задачей для Тома Круза. Другие люди с ней точно не справятся. На тех же кикапах, что тут стоит по умолчанию, подсветка на максимальной яркости на самом деле лишь мешает с читаемостью легенд. Но если чуть пожертвовать яркостью, то на самом деле получается соблюсти баланс между читаемостью легенд и красотой клавиатуры. Заводу клавиатуру можно заказать на нескольких типах свечей, а потом, если заказы на ней понравятся, заменить свечи на другие, ведь борт поддерживает ход-своп. Установленный сокет готов дружить и с трех, и с пятипиновыми MX-свечами. Мне же достался вариант клавиатуры на свечах EpoMaker Peace Lily, которые лично мне больше всего запомнились своими цветами, чем чем-то еще. На мой взгляд, это просто очередной неплохой линейный и смазанный свеч, который, кроме как названием и цветом, мало чем отличается от других свечей такого типа. Особенности и спеки свечей указаны на сайте EpoMaker, так что если кому-то хочется узнать про свечи чуть больше, переходите по ссылке на их описание. Мое же резюме по свечам такое. Это хороший плавный линейный свеч, который по характеристикам напоминает классический красный свеч. Да, корпус свечей сделан из полиформальдегида, а стем вроде как из поликарбоната. Но на самом деле, какой-то сильной разницы в свечах, в сравнении, скажем, с другими смазанными линейными свечами в моей коллекции, я не заметил. Стабилизаторы у Brick87 нормальны. Это плейт-маунт-черей тип стабилизатора, который завода обильно смазан. Как итог, стабы не гремят, но печать на борде получается все равно очень яркой и громкой. И отчасти это так из-за того, что тут металлический плейт. Отчасти из-за того, что, скажем, на том же пробеле внутри не проклеена шумка. Кстати, разбирать я борт сегодня не буду, так как корпус тут прозрачный, и я обязательно при разборке что-нибудь донав о каплю. Но и так понятно, что между плейтом и платой и под платой есть куча шумки, из-за которой резонанса плейта при печати нет. Так что тут с этим все хорошо. А где нехорошо, так это с роллерами под пробелом. У левого роллера просто дико в корпусе лифтит энкодер, из-за чего роллер при прокрутке скребется по корпусу. И раз уж мы начали что-то там крутить и нажимать, предлагаю теперь на борде и попечатать. Продолжение следует... На самом деле печать для меня оставила двоякое ощущение. С одной стороны паразитного ничего не слышно. Ни резонанса плейта, ни древескопружин, ни работы стабилизаторов. Но с другой стороны печать яркая и громкая. Настолько громкая, что я ей мешал человеку в соседней комнате. И это все на линейных свечах. Что будет с кликающими, я вообще боюсь представить. В общем, если вы цените пародистый глубокий звук при наборе текста, то эта клавиатура не для вас. А если вы хотите разбудить минифига из коробки, то тогда ипомейкер Brick87 с этим точно может помочь. А вот где помощь не нужна, так это с игрой. Тут у клавы полный порядок. Полноценный Anker Rollover на месте. Линейный и приятный свитч тоже. Блокировка клавиши Windows тоже естественно есть. И даже громкость можно легко менять роллером у пробела. Ну, при условии, что он у вас будет реализован получше, чем у моего сэмпла. Как и большинство китайских беспроводных клав, ипомейкер Brick87 умеет работать в трех режимах. А именно через ресивер, через провод и через Bluetooth. Стандартно Bluetooth поддерживает три профиля. И процесс сопряжения и выбора профиля детально описан в инструкции. Проводной режим запоминается лишь тем, насколько странно торчит провод. Ну, а беспроводной режим через ресивер ничем не запоминается. И это хорошо, ведь когда все работает как надо, и сказать-то нечего. Автономность у этой модели стандартная для клавиатур с аккумулятором на 3000 мАч. То есть она впечатляет, если нет подсветки, и разочаровывает, если она включена. Проверить уровень заряда можно через комбинацию клавиш Fn плюс B. И на самом деле очень многое в борде проверяется и настраивается через Fn слой. От подсветки до выбора профиля подключения по Bluetooth. Что к чему и как нажимать написано только в инструкции. На самих капах никаких дополнительных обозначений нет. Так что это очередной борд, который рассчитывает на светлый ум и твердую память. Также для настройки борда можно воспользоваться софтом, который дает борду привычные нам всем настройки. То есть можно менять бинды, можно менять подсветку и можно создавать макросы. Из необычного для такого класса девайсов это поддержка нескольких слоев. Тут как бы ипомейкер молодцы. А вот где все грустно, так это в плане реализации роллеров. Про то, что технически они не очень, я говорил ранее. А то, что они и софтверно никакие, говорю вот сейчас впервые. Левый роллер это всегда регулировка громкости. И с этим жить можно. А то, что правый умеет только менять уровень яркости подсветки, это по-моему уже какой-то бред. Нет, чтобы повесить туда скролл от мышки или что-то еще полезное. Нет, повесили какую-то ерунду и перебинить ее никак нельзя. Ну и на этом я наверное выжал из себя все мысли, которые у меня были по этой клавиатуре. Итог по ней наверное лучше всего описать как потенциал, который не удалось до конца раскрыть. У борда есть интересные идеи, которые к сожалению и технически, и софтверно реализованы не лучшим образом. Лего панелька, например, неплохой такой прикол. Но вот оригинальные лего брики на ней держатся не очень уверенно. Поэтому построить там что-то интересное нереально. Роллеры под пробелом тоже найс фича. Но почему их нельзя перебиндить? И почему энкодер шатается внутри корпуса? Это что за фигня такая? Впрочем, к самой же клавиатуре, как к устройству ввода, у меня минимум претензий. Да, мне например не зашла ее яркая и громкая работа при наборе текста. Хотя я понимаю, что со звуком инженеры работали, ибо в корпусе куча слоев самой разной шумки. Просто тот профиль звука, который они получили, лично мне совсем не зашел. Оригинальный полупрозрачный корпус и кикапы из поликарбоната – идея интересная и необычная. Но лично я бы для себя выбрал какой-нибудь менее прозрачный вариант. Там, по крайней мере, символы скапов никуда не денутся спустя время. Так что заканчиваю я этот обзор со смешанными чувствами. С одной стороны, борт интересный. В нем много прикольных фич. И даже чувствуется, что работали над звуком и качеством печати. С другой же стороны, многие из этих аспектов как-то недокручены и недоделаны. Что ж, думаю на этом обзор можно и закончить. Как и всегда, сегодня с вами был я, Тушел. Спасибо, что смотрите меня и мои обзоры.